Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! 8 декабря, по-моему, четверг, если я ничего не путаю. И я решила сегодня включиться, немножко поговорить с вами. Совсем на немного. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто вчера написал свои отзывы о моей работе Туман. Работа Трансформер, которую я связала просто на одном дыхании. Благодарю вас от всей души, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Мнения разделились. Кому-то этот жилет очень понравился, кому-то не очень. Кто-то будет вязать, кто-то не будет вязать. Но сегодня я хочу обратиться к тем людям, которые немножко не уверены в себе. Которые подвержены, ну, чужому мнению. Мнение других людей очень сильно влияет на вас. Я хочу вас поддержать и сказать вам, пожалуйста, прислушивайтесь к себе. Прислушивайтесь к своему сердцу, к своей душе. И все у вас будет замечательно. Понимаете, в чем дело? Сколько людей, столько и мнений. Не может быть так, чтобы все люди были одинаковые и у всех был какой-то один вкус. Так бы, наверное, было смешно жить. Конечно, все мы разные. И, наверное, в этом-то и вся красота. И еще хочу сказать, что среди этих людей, которые вам будут говорить, ой, это вас модель полнит, вам не идет цвет. Поверьте, половина из них будут искренни, потому что разные вкусы. Но половина будет вам это говорить просто от зависти. Поэтому какой смысл в этом разбираться и прислушиваться к чужому мнению, если у вас должно быть свое мнение. Понимаете, только свое. Если вам это нравится, носите это с удовольствием. Вяжите, творите и никого не слушайте. Слушайте только себя и слушайте свою душу. И все будет хорошо. Ну, а я, конечно же, благодарна всем, кто написал свои отзывы. Еще раз от всей души вас благодарю. Мне было очень-очень приятно это слышать и читать. Один отзыв меня просто немножко удивил. Вам это не идет, а все остальные вам льстят. Там, по-моему, 400 с чем-то уже лайков. И вы думаете, что все эти люди мне льстят. Нет, это просто у вас другой вкус. Вам это не нравится. И я на вас не обижаюсь. Вы там пишите, не обижайтесь. А за что обижаться, друзья? Нет, ни в коем случае вы выразили свое мнение. Оно не совпало с моим. Ну, а я вчера закончила вот такое чудо. Чудное. Это и налобная повязка. И это, какой все догадались, снуд, воротник, который можно носить с этим жилетом. И еще, друзья, у меня осталось еще два моточка пряжи джинс и моточек, вот такой маленький моточек мохера. И я уверена, что этой пряжи мне хватит еще на одну шапочку. Представляете, было всего 500 грамм пряжи джинс. И получилась вот такая красота. Мне она очень нравится. И я ее с удовольствием буду носить, несмотря на тех людей, которые мне написали, что это грубо, что мне это не идет. Нет, друзья, мне это очень нравится. И мне это очень идет. И цвет, и фасон, и никакой грубости в этом узоре я не вижу абсолютно. Работа связана аккуратно. Я сейчас себе не льщу. Все сделано очень качественно. Я быстро, я же говорю, я связала эту работу на одном дыхании. Просто. Когда вот оно идет, когда лежит душа и вяжется, все очень быстро и красиво. И в ней тепло, в ней уютно. Я себя не чувствую, себя скованно, потому что я связалась с очень хорошим объемом облегания. Да, припуски на, ну, в общем, на размер больше, скажем так, связалась, чтобы мне было комфортно. Теперь, что хочу еще сказать о похудении. Были такие отзывы, Лена, осторожно, с похудением бывают очень плачевные результаты. Кстати, может быть, и этот жилет вам не понравился, как на мне сидит. Ну, потому что я набрала вес. И, конечно же, это не та Леночка, которая была такой дюймовочкой когда-то. Сейчас вот смотрю на эти вещи и просто себе удивляюсь. Но самое главное, друзья, поставить цель. И я надеюсь, что я сброшу какие-то килограммы за зиму. Ну, а весной, летом все само собой сбросится. Так вот, о похудении или сбросе лишнего веса. Друзья, я все это прекрасно понимаю. В таком юном возрасте, как мой, конечно же, это опасно. Но, вы знаете, вот уже третий день я пью воду по пол-литра перед каждым приемом пищи. И, друзья, я заметила, мне стало намного легче. Во-первых, я хорошо стала спать. Во-вторых, ну, я просто чувствую какой-то, ну, не знаю, прилив сил, что ли. Может быть, вода как-то вымывает все эти шлаки или, я не знаю, может быть, как-то кровь стала полегче. Я не знаю. Я, конечно же, буду стараться, да не то, что стараться, я буду стройнеть без фанатизма. Просто меньше порции, просто больше водички, какая-то минимальная зарядка утром. И я думаю, что этого будет достаточно. Я не буду там стройнеть и сбрасывать 20-30 килограмм. Нет, конечно же, ни в коем случае это делать я не буду. Поэтому вы за меня не переживайте. Все хорошо, все под контролем. Я знаю много таких случаев, когда люди просто погибали, когда теряли лишние килограммы. Причем, ну, резкое похудение, да, сразу все какие-то болячки обострялись. В общем, не будем о плохом, не переживайте за меня, но мне очень приятна ваша забота. А сейчас я посмотрела за окошком. Сейчас подойдем, и я вам покажу, что у нас творится за окошком. Кстати, сегодня я одела этот жилет. Вот такое платьице у меня. Оно, ну, там не видно ниже горловина, да, ну, в общем, это платье. И тоже смотрится красиво. А сейчас я вам покажу, какая красивая метель у нас за окошком. Полюбуйтесь, пожалуйста. Видно вам или нет. Наконец-то земля будет в снегу, потому что смотреть на эту черноту уже немножко так достало. Вот, так что скоро все покроется снегом, и будет, конечно же, хорошо и красиво. Здесь у меня потрескивает камин, слышите? Сейчас я в нем выключила свет. А утром, когда проснулась, еще было так немножечко и темно на улице. Я включала, зажигала камин, включала вот этот треск и довязывала вот эту вещь, которая... Ну, согласитесь, ну, красота же, да? Красота! Сейчас я переоденусь, и это станет не налобная повязка, а уже воротник к этому жилету. Посмотрите теперь на меня. Ну, как же красиво! Как мне нравится! Значит, здесь на эту работу, на этот трансформер, ушло 50 грамм пряжи джинс. 50 грамм. Я не стала вязать больше, потому что мне захотелось связать шапочку, чтобы мне хватило на шапочку. Я ни грамма не взяла от моточка. Хотя, наверное, больше и не нужно. Посмотрите, как красиво это смотрится. Кстати, спасибо вам за комментарии по поводу моей стрижки. Я, наконец-то, нашла хороших мастеров в городе Чеплыгин. Это парикмахерская стиль, где работают прекрасные девушки Лаура и Маша. Один раз я стриглась у Лауры, второй раз у ее коллеги Маши. И вот вы не поверите, говорят, мастерство парикмахера проявляется после нескольких недель стрижки. То есть, конечно, после стрижки вам там все уложат красиво, и все будет хорошо. Но как только начинает отрастать волос, сразу там буквально через две недели все торчит, все клоками, все лестницами. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, друзья, я стриглась 3 октября. Представляете, это уже третий месяц стрижки. И вот так вот хорошо она лежит. Конечно, я подкрашиваю волос. Вот уже опять нужно красить корни. Вот. Ну, наверное, через недельки-две опять посещу эту парикмахерскую. Маша, Лаура, громаднейшее вам благодарю, если вы меня смотрите. А я думаю, что вы меня смотрите. Мне очень-очень приятно. Тут мне Лешик как-то пришел и говорит с соседями. Стоял там с мужчинами, говорил. И их жены ждут твои видео каждый день. И им это нравится. То есть, меня смотрят соседи по улице. Как же это приятно, друзья. Вы не представляете. Хотя нас уже 100 тысяч. 100 тысяч, друзья. Там пишите комментарии. Лена, что вы не хвастаетесь? Нас 100 тысяч. Да, друзья, нас уже 100 тысяч. И вчера пришло мне в творческую студию сообщение о том, что вам положена награда. Пожалуйста, пройдите там по ссылке, скопируйте код. И мы вам вышлем серебряную кнопку. Так что, друзья, может быть, через 2-3 недели я покажу вам. Будет, конечно же, распаковка этой серебряной кнопки. И, не знаю, просто я вам всем очень-очень благодарна. Слезы на глаза. 5 лет каналу. Я думаю, что это хорошее достижение. На такой теме я начинала с темы вязания. И на этой теме сложно, так скажем, набрать такое количество подписчиков, такое количество друзей. А если вдуматься, это шум, это коты мои бегают. Если вдуматься, то в городе Чеплыгин живет около 11 тысяч человек. Это получается практически 10 таких городов. Ну, 9 точно. Представляете? 9 городов, как Чеплыгин, меня смотрят. И мне очень-очень приятно, друзья. Спасибо вам большое. Я каждого благодарю из вас. Кто подписался, кто смотрит, кто пишет комментарии, кто поддерживает добрым словом и каким-то советом. Я это очень ценю. Спасибо вам большое, друзья. Давайте вернемся все-таки к этой работе. Значит, что здесь? 50 грамм пряжи джинс Махера. Ну, не знаю, сколько Махера сюда пошло, но может быть, грамм 20. Закрыла я, вот сейчас я вам покажу, айкорд на 3 петли. Очень хорошо все легло. Видите, как здесь вот так вот прям под горлышко. Это начало вязания. Я вязала на 100 петель. Как всегда, вяжу спицами, двумя парами спиц. И основная ведущая спица, как я это называю, 4,5 здесь была. То есть, вот как я вязала жилет этим размером спиц, так и здесь вот этот воротничок, вот эту налобную повязку, воротник, который превращается в повязку. Я вязала спицами размером 4,5. Ну, а вторая спица, по-моему, даже 3,5. Это для того, для быстрого вязания. То есть, в левой руке у меня спица меньшего размера, в правой руке спица 4,5. И очень быстро связался этот воротничок, потому что быстро двигаются спицы за счет меньшего размера второй спицы. Я думаю, знаете вы эту хитрость. Я о ней вам уже как-то рассказывала. Напишите, пожалуйста, как вам такое преображение. Я даже не знаю, как бы мне так показаться, наверное, может быть. О, зеркало мне поможет. Вот так вот смотрится со спины. Ну, то есть, он просто, этот воротничок, лежит сверху жилета. И вот этот рулик, алькорт, как-то, ну, не знаю, красиво, что ли, придает законченность. Как будто этот воротник несъемный. Очень-очень удобно. Пришли куда-то. Марусечка, что ты плачешь? Я положила вам кушать. Да, положила. Лешек купил им роял конен, звонил. Лен заказал на 7 тысяч. Вот такие у нас расходы на наших кошечек. Другим кормом не хотим их кормить. Ну, не хотим проблем с пищеварением и так далее. Нет, Маруся, клубочек этот нельзя. Ворует она у меня клубочек, друзья. Не знаю, что вам еще рассказать. Да, наверное, все новости на сегодня. Вот такое очень коротенькое видео. Сейчас я буду начинать вязать шапочку, чтобы она как-то гармонировала. Трется, трется, Маруська. С этим жилетом использую вот эту косу. Вернее, это два жгута, которые образуют вот такую косичку. Вот таким узором начну вязать шапочку, чтобы был полный комплект. А вчера Марина Миссан мне написала, Лен, свежее, еще такой снуд-воротник. Вот такого серого оттенка, как... Ну, вчера я мерила, да? Вот. У меня, кстати, есть серая ниточка, ниточка опал. Вот, если я найду смесовку, по-моему, тоже есть смесовка для нее, но поскольку она тоненькая, пушистенькую такую сделаю. Смотрите, тут Маруська. Маруська пытается, пытается играть с этими клубочками. Я, может быть, свяжу еще и серенький, вот этот снуд-воротник к этому жилету, чтобы красиво смотрелось. А вообще, друзья, здесь можно, вы мне пишите, свяжите белые рукава. Да, можно одевать белые водолазки. Можно связать белый рукав сюда из остаточков пряжи. Очень удачная модель, когда можно пристроить ниточки, да, и носить это в разных интерпретациях, то есть с разными оттенками пряжи. Но вот этот вариант, именно вот когда воротничок одинаковый с пряжей, как и жилет, ну, мне кажется, очень красиво смотрится. Не знаю, может, я и себе льщу. Ладно, друзья, вы меня поняли, мою мысль. Так что неуверенные в себе, поверьте в себя, верьте в себя и слушайте только свое мнение. Ну, а я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.